Уже более 40 лет он следит за сохранностью алтайских лесов. Руководит плановыми рубками, посадкой новых деревьев и тушением пожаров. Юрий Гилёв пришел в профессию еще в юности, но остался в ней на всю жизнь. Школу закончил 8 классом. И вот мне захотелось именно в лесной технике. Я пошел, поступил. Хотя родители против были, что в лесной не хотели пускать. Сам по себе пошел и так вот по сей день хожу. Родители видели его прорабом, но несмотря на это он выбрал лесную сферу. За время работы под руководством Юрия Гилёва высадили больше 2,5 миллионов деревьев. И ежегодно их число только растет. Деревья – это очень интересные создания. Если они в группе растут, сучьев у них практически нет только на макушке. А если оно одно стоит, с солнцем обогревается, у него очень много сучьев, оно как шары. Такая любовь к лесу, говорит мужчина, зародилась еще в детстве. Тогда он много времени проводил на природе, а теперь и его сын работает в лесхозе. Однако, несмотря на это, заявку на участие в конкурсе названия заслуженного лесовода подали коллеги. Человек уже, ну, видно, что заслужил такого уровня награду. Этот человек заслужил. Ну, потому что, если говорить своими словами, ну, это пахарь. Если в лесном хозяйстве он знает все от и до, да, и как бы очень трудолюбив. В июле президент подписал указ о присвоении звания заслуженного лесовода. Для Гилева награда стала неожиданной. Как считает мужчина, это просто его работа. Но знакомые уверены, звания он ждал слишком долго. А для Юрия приятнее осознавать, что пусть немного, но он меняет сознание людей по отношению к лесу. Я 40 лет проработал. Он меняется, но меняется в лучшую сторону. Чище становится. Люди стали немножко повнимательнее к лесу. Не стали пакостить. Озера захламлять. Меньше стали. Юрий Владимирович мечтает о том, чтобы молодежь выбрала профессию лесовода. Сложную, но чрезвычайно важную. Его цель – передать ленточные бары, которые сохранило до наших дней не одно поколение лесников, в надежные руки. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.